Всю эту неделю в Беларуси разыскивают вандалов, искалечивших бакланов. Десяткам птиц отрезали клювы. Всех изувеченных птенцов теперь убьют экологи. Другого выхода просто нет. Наш корреспондент Андрей Алексеенко отправился на остров, где все и произошло. И сам попытался выяснить, кто же это мог сделать и сколько заработали преступники. Что за поездка такая получилась? Игорь Бышнев, автор программы «Миллион вопросов о природе» на телеканале «Мир» орнитолог показывает отснятые кадры. У десятков полуторамесячных птенцов-бакланов обрезаны над клювья. Такую циничную расправу над птицами Игорь Бышнев и орнитолог Виталий Кощеев первыми запечатлели во время съемок очередной серии и жизни животных. Случившееся сверхцинизмом называет и главный баклановед страны Ирина Самусенко. За жизнью птица наследит с момента ее появления в Беларуси с 1986 года. И так получилось, что в этом году в странах Европы проводится паневропейский учет больших бакланов. В Беларуси, похоже, их недосчитается. Зачем это сделано, Ирина ответить не может. Я не понимаю. Я не понимаю. Тут что-то ненормальное с этими людьми, с этим человеком, который это сделал. Что при таком надругательстве испытала птица, представить, конечно, сложно, говорит Ирина. Но однозначно шок и сильную боль. Когда вот я, у меня какая-нибудь серьезная рана была, вот что я переживала, наверное, тоже переживает эта птица. Но у меня, к счастью, никогда вот таких вот, ни палец не было отрезано, ни уха. Небольшой остров посередине огромного Лукоминского озера, где произошла трагедия, находится на севере Беларуси. И до этого случая был безымянным. Сейчас получил имя Бакланный. По словам орнитолога Виталия Кащеева, здесь проживает крупная колония бакланов – 150-200 пар. Место тихое. До острова можно добраться только на лодке. Не знающий человек, просто гастролер какой-то, как говорится, он еще попробуй найди, где заплыть на этот остров. То есть это кто-то из местных? Я думаю, что да. И мое мнение, что это не первый год. Пострадало по разным оценкам от 20 до 60 птенцов. Орнитологи и местная инспекция по охране кружающей природы расходятся в цифрах. Но покалеченных бакланов уже не спасти. Фактически птиц обрекли на смерть. Как видно, гнезда в этой колонии находятся достаточно низко. Это и позволило неизвестным легко вытряхивать птенцов из гнезда простой палкой. Баклан в Беларуси в своеобразном черном списке. Птиц относятся к нежелательному виду, и ее отстрел разрешен. А все потому, что питается рыбой и наносит вред рыбхозам. На последних и пало подозрение. Для сокращения популяции бакланов хозяйство договаривается с охотниками. Тезотрофей в виде клюва или лапки получает премии около 6 долларов. Но рыбхоз с популяцией птиц может справиться своими силами. Мы отстреливаем только на территории рыбхоза, то есть на территории прудов. Так как они несут нам ущерб. Виктор Финько, директор общественного объединения охраны птиц Беларуси, и вовсе не понимает, как можно делить животных на желательный или нежелательный вид. Так бакланы, например, скоро смогут оказаться на страницах Красной книги. Объявляя бакланы нежелательным видом, никто не сказал, а сколько же его нормально. Может быть, те 2500, которые есть у нас в Беларуси, это есть нормальная численность? Может быть, сейчас можно уже не лезть на колонию, а можно работать на рыбхозах? Сейчас из-за родовных птенцов бакланов, чтобы они не мучились, специалисты отлавливают и усыпляют. И так по несколько особей в день. Остается вопрос, кто в ответе за издевательство над птицами. Правоохранительные органы отрабатывают разные версии. Одна из интересных – такую расправу мог учинить рыболов-любитель, посчитав, что птица виновата в его небольших уловах. Здесь уже нужно говорить о психике и нормальности этого человека, потому что производить такие действия, извиняюсь, эта общественность вся возмущена до края, уже рассматривается дело и будет он отвечать по закону. То, что баклан – нежелательный вид, никак не оправдывает живодеров. По белорусским законам за жестокое обращение животными им грозит штраф до 400 долларов или административный арест. Андрей Алексеенко, Алексей Гейнк, Алексей Мартынов. Вместе. Витебская область. Беларусь.